Какой замечательный вид! Не кажется вам? Херсонес. Здесь христианство на Руси началось. Вот на этом мысе Херсонес. Вот здесь князь Владимир Киевский крестился в христиане. Привет! Знаете, что написано в Библии? Бог говорит. Он говорит так в одном из мест. «Имейте веру Божью. Если кто скажет, горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». «Посему говорю вам, когда просите чего в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Вот такое обещание дает Бог каждому человеку, кто верит в него. Он говорит, если кто скажет, горе сей, под горой подразумевается какая-то проблема или, в общем, достижение какой-то цели. «Если кто скажет, горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, в духе своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». «Посему говорю вам, дальше написано, когда просите чего в молитве, верьте, что получите, и будет вам». А что значит «верьте»? А дальше в Библии написано, там написано, что такое вера. Написано, так сказано, вера же есть, что ж такое вера? Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Итак, вера – это осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. А что значит осуществление? Осуществление – это действие такое, которое заставляет ожидаемое то, чего еще нет, но оно ожидается. Если ты уверен в невидимом, то ты, предпринимая какие-то шаги, действия, ты это ожидаемое осуществляешь. То есть ты делаешь его существующим, осуществляешь, овеществляешь, материализуешь. То, чего еще нет, ты осуществляешь. О как! Вот что такое вера. Итак, если Библия – это истина, а это именно так, то, допустим, у нас с вами есть цель. Вот все начинается с цели. Вот как я строю бизнес, как я научился это делать, и мне кажется, у меня начинает получаться все чаще и больше. Если я чего-то хочу, я ставлю себе цель. Я определяю, чего я хочу. Я определяю свое истинное желание. Я хочу понять, чего я хочу, к какому сроку, в каком виде. Вот, например, совсем недавно я хотел статус, который, квалификационный, карьерный статус в компании, где я работаю, значит, его достигают рекордсмены за 120 дней. Это лучший рекорд. Я себе мечтал сделать это гораздо раньше. И вот совсем недавно я это сделал. За 56 дней меня компания, в которой я работаю, поздравила официально на сайте, что вот я такой герой Советского Союза. Впервые в истории компании за 56 дней достиг этого статуса. Вот я этого хотел. Я поставил себе такую цель. Я сказал, я произнес, горе сей, поднимись и не смотри. Я сказал, я сделаю это за два месяца. Не за 120 дней, как рекордсмен, а за два месяца. И я не стал сомневаться, а стал верить в это. А верить, как я сказал, это значит осуществлять ожидаемое. А что я делал? Я включал в бизнес людей. Я продавал продукт. Я обучал людей. Я помогал им достичь результатов каких-то. И в результате то, о чем я мечтал, то, чего я желал, то, к чему я стремился, то, что я хотел осуществить, овеществить, материализовать, превратить из невидимого в видимое, оно произошло. И мне сказали, о, ты достиг, вот у тебя выполнено это, это, это мы видим, вот ты заработал столько денег и теперь ты, значит, вот такой-то статус имеешь. Платина там называется, допустим. Ты герой Советского Союза. Молодец, жмем тебе руки. Теперь у тебя есть следующий статус, на который нужно два года тратить, а я говорю, еще два месяца, а не два года. Почему это произошло? Потому что я такой умный или трудолюбивый, или какой-то организованный, или сверх какой-то супермен. Нет, потому что я главную работу отдал кому? Богу. Потому что без Бога нечего ловить. Он сказал, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. Чтобы приобретать богатство, надо иметь силу. Кто ее дает? Бог дает тебе силу. Для этого надо его помнить. А как его помнить? Надо верить и следовать тому, что он говорит. А он говорит, если кто скажет горе сей, поднимись и вверх не с моря и не усомниться в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Я сказал, за два месяца я закрою эту квалификацию. Ну-ка ты гора, поднимись и вверх не с моря. Образно говоря. И не сомневайся, но поверь. Вот я и поверил. А что значит поверить? А вера есть осуществление ожидаемого. Я не лег на диван в ожидании, а я начал ожидаемое осуществлять. Что я делал? Я рассказывал людям о своем бизнесе. Я рассказывал людям о своем продукте. Я действовал и верил. И вот это вот сочетание, вот это вот сложение, вот это вот мое действие по осуществлению ожидаемого и плюс сила, которую дает Бог откуда-то оттуда с неба сверху, который двигает все фигурки на этой шахматной доске. Он кого-то мне подставил, кого-то мне дал, я просто говорил, я просто выполнял свою работу, не ожидая ничего, не думая, что именно этот подпишется или этот подпишется или этот самый лучший. А я просто выполнял свою работу и все случилось. Вот и все. Зачем я вам это рассказываю? Это работает. Это правда. Благодаря такой методике работы я научился зарабатывать деньги. До этого, сколько бы я ни бился, ничего мне не получалось. Я свято верю в то, что Бог есть и что Он помогает бизнесменам. Как и всем прочим. Кто верит в Него? А верить в Него, это значит нужно ставить цель. Бог конкретный. Он ставит цель. Он ничего без цели не делает. И Он учит нас ставить цель. Он говорит, если кто скажет Горесий, надо сказать Горесий, я хочу за два месяца сделать эту квалификацию. Я хочу стать миллионером к такому-то времени. Я хочу иметь организацию столько-то тысяч людей. Я хочу стать в такой-то квалификации к такому-то времени. И так далее. Я хочу отдать долги к такому-то времени. И поверить. А вера что? Осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Вот так все просто на самом деле. Чувствуете, какая глубина, простота и ясность, когда ты опираешься на Божье Слово и на Его поддержку. А не барахтайся сам по себе в одиночку в бурных водах Житейского моря. Когда с тобой Бог, то море всегда вот такое. Спокойное, нежное, любящее. Потому что Бог всегда ради тебя говорит бушующему Житейскому морю. Замолкни. Утихни. Замолкни. Перестань. Так Иисус говорил бушующим волнам. И они перестали. Я желаю вам удачи. Верьте Слову и действуйте. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok